Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на нашей еженедельной новой рубрике, которая называется «Вопрос-ответ». У нас сегодня в гостях один из базовых отелей туроператора «Анекс» и, наверное, один из самых популярных вариантов размещения не то что в Шарм-эль-Шейхе, но и на всем побережье Красного моря. Это отель, вернее, комплекс отелей «Дамино Корал Бэй» – настоящий город в городе. Вы буквально сейчас можете начинать писать вопросы о данном варианте размещения в наш чат. Эти вопросы в конце эфира я соберу и задам нашему гостю, представителю отеля в формате «Вопрос-ответ». Ну а перед этим форматом вас будет ждать подробный, я думаю, очень интересный детальный обзор всех отелей сети «Дамино». Я сразу, без долгих предусловий, хочу пригласить Елену, это представитель отеля «Дамино», менеджер отдела продаж. Елена, если вы меня слышите, я жду вас в эфире и передаю вам слово. Итак, добрый день еще раз, коллеги. Приветствуем вас из солнечного Шарм-эль-Шейха. У нас отличная погода, неветрено, что для этого времени года очень странно, но отлично для наших гостей и вообще, в принципе, для всех. Итак, сегодня я вам расскажу про сеть отелей «Дамино». Еще раз напоминаю, меня зовут Елена, руководитель отдела продаж всей сети отелей «Дамино», то есть не только в Шарм-эль-Шейхе, в принципе, всей. Итак, «Дамино» – сеть итальянских отелей, построенная семьей Приатони. У нас есть отели в Египте, в Италии, в Германии, в Польше и несколько отелей в России. Как Андрей уже сказал, «Дамино» – это город в городе, площадь занимает 1 миллион квадратных метров. Это огромная территория. И на территории у нас размещены 8 разных отелей. То есть получается, что все 8 отелей имеют одну территорию, все находятся на первой линии. И некоторые отели могут пользоваться услугами других отелей. То есть об этом еще подробнее я вам буду сейчас рассказывать. Начну я рассказывать сначала с самых главных наших фишек, наших отличий от других возможных вариантов размещения в Шарм-эль-Шейхе. Помимо того, что у нас 8 разных отелей, на территории имеется 12 разных категорий номеров. У нас есть искусственно созданное соленое озеро, 7 бассейнов на территории, все подогреваются в зимний период. Также абсолютно для всех гостей нашего комплекса есть 3 ресторана, которые работают по системе. Шведский стол, 13 баров, также работающих по системе все включено. Огромный спа-салон со спортзалом с панорамным видом. Казино на территории комплекса. 8 а-ля карт ресторанов, дайвинг-центр. И самый огромный пляж, самый длинный, почти 2 километра, то есть 1 километр 800 метров. Сейчас мы посмотрим небольшое видео, и после видео я начну уже рассказывать более подробно абсолютно обо всем. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, напоминаю еще раз, наш пляж занимает 1 километр 800 метров. Мы занимаем полностью бухту Шейх-Кос, то есть мы находимся в бухте, она вся наша. Помимо того, что у нас огромный пляж по всей береговой линии, у нас есть расчищенная зона. Зона расчищена от берега до кораллов вперед примерно 3 метра, там достаточно хорошая глубина, примерно погрузь будет взрослому человеку. То есть удобно купаться как маленьким детям, так и взрослым. То есть взрослые также вдоль берега смогут поплавать до кораллов. Помимо этого у нас есть песчаные дорожки, расчищенные и прорубленные сквозь кораллы. То есть можно заходить с берега сразу же на глубину сквозь кораллы. Нигде никакая специальная обувь не требуется, везде песочек, все безопасно. И также самая главная наша фишка, помимо еще красочных кораллов, у нас есть плавающие бассейны. Единственные в Шарм-эль-Шейхе. В каждом понтоне имеются бассейны. Глубина их 150-180 сантиметров, то есть там можно спокойно встать. Получается понтон внутри вырублен, внизу дно, по краям сетки. Если туристы не умеют плавать, они спокойно могут там встать. Если туристы боятся рыбок, то там они спокойно могут плавать, потому что рыбки туда не заплывают. То есть получаются небольшие бассейны прямо в море. Всего у нас таких понтона 4, в каждом, напоминаю, бассейны. Понтоны длиной всего лишь 25 метров. Для Шарм-эль-Шейха это почти ничего, то есть достаточно короткие понтоны. Также наша главная достопримечательность – это наше соленое озеро. Оно искусственно созданное. Глубина этого озера в самом глубоком месте 8 метров. Там пологий песчаный вход. Можно купаться также пожилым людям, маленьким деткам, людям с ограниченными возможностями. То есть также удобно купаться всем. Помимо того, что оно искусственно созданное, вода циркулируется и постоянно подается насосами с моря. То есть это небольшое море, в котором даже есть рыбки. То есть мы помещаем туда рыбок искусственно, контролируем, чтобы не было каких-то опасных, ядовитых и так далее. И вода точно так же подается насосами, то есть она не застаивается. Поэтому это идеальное решение для абсолютно тоже для всех гостей, включая гостей с ограниченными возможностями. Единственное соленое озеро у нас идет эксклюзивом. Им могут пользоваться только три отеля. Это Kings Lake, Aquamarine Beach Deluxe и Prestige. Все остальные гости не могут посещать даже за дополнительную плату. То есть это идет эксклюзив только для трех отелей. Также наша главная достопримечательность. Мы являемся отелем, который принимают с питомцами. Принимаем питомцев абсолютно во всех категориях отелей, во всех категориях номеров. Стоимость проживания питомца 10 евро в сутки. Требуется сертификат о вакцинации. И также заселение проходит на рецепшн. Приезжает ежедневно клининговая служба, которая убирает ежедневно в номере. Устраняется полностью ощущение присутствия животного. То есть если следующие клиенты наши, которые будут заезжать в номера, аллергики и так далее, никакой реакции совершенно не будет, они ничего не почувствуют. Уборка идет ежедневная. Для гостей, которые приезжают с питомцами, у нас есть специальная ветеринарная клиника на территории. Ветеринарные клиники можно провести как специальные процедуры для животных. Также можно купить все необходимое. Спа-центр считается самым большим на Южном Синае. Спа-центром у нас без ограничения пользуются ежедневно гости с концепциями All-Inclusive Plus, All-Inclusive Ultra и Premium All-Inclusive. Гости пользуются ежедневно. Туда входят таласу-терапия, термальные источники, джакузи, хамам, сауна, парная. То есть ежедневный неограниченный доступ. Здесь можно видеть у нас как раз-таки джакузи, термальные источники, бассейн с морской водой, водопады. Также недалеко от спа-центра у нас есть дайвинг-центр. В дайвинг-центре можно пройти по диссертификациям. Также у нас есть свой собственный понтон, причал. Причал для яхт. Яхта домена Коралл-Бэй. Можно отправляться на погружение с аквалангами с яхт. Также можно погружаться с аквалангами прямо с берега, так как у нас есть свой собственный дайвинг-центр. Для наших маленьких гостей мы предлагаем детский клуб. Детский клуб работает ежедневно на территории Аквамарин. Работает с 10 утра до 12 часов ночи без перерыва. В детском клубе есть зона, где можно поспать. То есть напротив детского клуба у нас арена, где проводятся вечерние мероприятия. Получается, что гости могут смотреть на арене вечерний шоу. Детки прямо напротив быть под присмотром аниматоров. И даже если они хотят, могут спокойно там поспать. Также для деток у нас предоставляются кроватки детские во все номера абсолютно. Также в ресторанах у нас есть специальные стулья для детей. И в одном из трех ресторанов, который называется Коралл, у нас есть специальная детская зона. Так, это наш детский клуб, можно посмотреть. Также касаемо анимации, на территории домина Коралл-Бэй есть 8 профессиональных волейбольных полей. Поля у нас обычно идут под международные соревнования или под тренировки для лагерей. Они пользуются популярностью, так как всего волейбольные поля расположены только в трех отелях в Шарм-Аль-Шейхе, поэтому бронирование на данные поля под группы идет приблизительно за полгода вперед. Обращаем на это внимание, если вдруг у вас есть группы. Также для групп у нас есть конгресс-центр. Конгресс-центр огромный, рассчитан на 2000 человек. Там 8 комнат-трансформеров. Можно сделать как одну большую комнату, так и 8 маленьких. Все стены поднимаются, опускаются по вашим пожеланиям. Везде есть встроенная аудио-видеосистема. Все уже включено, то есть по всем вашим пожеланиям. Прожекторы, проекторы, извините, проекторы и экраны точно так же есть во всех абсолютно комнатах. Также мы являемся зеленым отелем. У нас идет все абсолютно электро. Все наши гости передвигаются на электроавтобусах. Электроавтобусы ездят по территории 24 часа без остановки. Остановки есть абсолютно везде. То есть более 10 минут гости на нашей территории не ждут. Если кого-то пугает, что у нас огромная территория, то есть передвижение совершенно никак не сказывается. Гости спокойно могут добраться из одной точки отеля в другую точку буквально за 7 минут. То есть проблем с передвижением нет. Помимо того, что у нас есть электроавтобусы, у нас есть клапкары, есть электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты. Все это можно взять в аренду на рецепшн. Приблизительная стоимость аренды скутера – 2 евро в сутки. Приблизительная стоимость аренды клапкара – 45 евро в сутки. Также, как я уже отмечала в начале, у нас есть 7 бассейнов. Все бассейны подогреваются в зимнее время. Также в каждом бассейне у нас есть небольшая детская зона. Детская зона ограждена, то есть нет резкого перехода. Все ограждено безопасно. В Престиже у нас 2 бассейна. И теперь мы переходим к номерам. Всего, как я уже сказала, у нас 8 отелей. 8 отелей, но 12 разных категорий номеров. Мы начинаем с категории «Престиж». «Престиж» пользуется концепцией «All Inclusive Premium». Она включает в себя импортный алкоголь. Также посещение 8 а-ля карт ресторанов на завтрак, обед, ужин без ограничения. Помимо этого, у нас имеются услуги дворецкого, приставленные абсолютно к каждому номеру. Также всех гостей по территории развозят клапкар индивидуально. То есть гостям не нужно ждать отдельно электроавтобусы. Они передвигаются на клапкарах. На территории есть 2 бассейна с подогревом. И также есть свой собственный а-ля карт, в котором работает шеф-повар с Германии, с Мишленевской звездой. Готовят индивидуально каждому гостю. Это самая высокая категория. Максимальное размещение 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Следующая категория – элизир. Элизир у нас расположен на территории спа-салона. Это единственные номера в доме на Коралл-бэй, который имеет вид только на бассейн. То есть, в принципе, доме на Коралл-бэй построено таким образом, что из номеров боковой, частичный и так далее вид на море будет. То есть, если голову высунуть, спокойно можно увидеть море. Но элизир – единственный, который построен такой петелькой, и все номера абсолютно выходят только внутрь. Поэтому здесь только вид на бассейн. Категория элизир у нас пользуется единственной концепцией All-Inclusive+. Эти гости посещают спа-салон без ограничения ежедневно, пользуются тремя главными ресторанами «Шведский стол», 13 All-Inclusive баров и также 2 ужина за неделю в а-ля-карт-ресторанах. Это категория элизир. Можно посмотреть, как она выглядит внутри. Следующая категория – Kings Lake. Kings Lake расположен вокруг соленого озера. То есть, все номера выходят или вид на море, или вид на соленое озеро. Доступ к озеру, соответственно, предоставлен. Также максимальное размещение 2 плюс 2, 3 плюс 1. Номера светлые, просторные. Aquamarine Beach Deluxe – это наша новинка. Это номера после реновации. Отмечаю, у нас есть в Аквамарине 3 разных категории. Есть Aquamarine Pool и Aquamarine Beach. Это 2 категории, которые еще не прошли реновацию. Соответственно, Aquamarine Pool – вид на бассейн, Aquamarine Beach – вид на море. И новая категория – Aquamarine Beach Deluxe. Это номера после реновации с видом панорамным на море. Можете его видеть. Как раз-таки это вид из наших номеров. В категории Aquamarine Beach Deluxe у нас пользуются концепцией ультра-олл-инклюзив. Они имеют доступ на соленое озеро. Три а-ля карт ресторана на обед, на ужин без ограничения ежедневно. Также гостей развозят по территории индивидуально Клабкар. И гости пользуются без ограничения СПА-салоном ежедневно. Категория популярная у нас гарем. Гарем – это стандартные номера. Там тоже есть две разные подкатегории. У нас есть просто стандартные номера 40 метров. И также есть номера дуплекс, двухуровневые. То есть на первом этаже у нас расположена гостиная с раскладным диваном. На втором этаже у нас есть спальная комната и ванная комната. Ванная комната и на втором этаже, и на первом. Категория очень популярная. На территории гарема у нас имеется также бассейн. Имеется несколько детских бассейнов небольших. Также возле гарема есть один из трех all-инклюзив ресторанов. У гарема есть свой собственный ресепшн. То есть заселение гостей проходит не на главном ресепшн, а их сразу же автобус везет на свою территорию. И гости проходят заселение именно там. Так, здесь можно видеть, сейчас я вам покажу. Это ванная комната абсолютно всех номеров гарема. Вот так вот внизу у нас выглядят стандартные номера. Здесь у нас идет дуплекс, двухуровневый номер. Как вы можете видеть, здесь раскладной диван. На втором этаже спальная комната, которая выглядит как обычный стандарт. То есть это две разные категории. Максимальное размещение точно так же и в одном, и во втором номере 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Во всех абсолютно номерах, во всех отелях всех категорий у нас имеются диваны. Все диваны раскладываются. Если гостям нужно предоставить дополнительную кровать, не проблема. Вы можете написать запрос, мы предоставим дополнительную кровать. Кровать предоставляется полноценная. И оазис. Точно так же оазис частично прошел реновацию, то есть у нас теперь также есть две разные категории. У нас есть оазис без реновации и есть оазис премиум. Номера премиум прошли реновацию. Оба отеля, то есть обе категории у нас пользуются обычной стандартной концепцией all-inclusive. Но обращаем внимание, что в подборках, если вам нужно забронировать точно реновированный номер, то нужно бронировать оазис премиум. Оазис имеет панорамный вид на море, также имеет вид на сад. Максимальное размещение также 2 плюс 2, 3 плюс 1. Категории номеров «Султан» и «Белависта». И в том отеле, и в другом у нас имеются также бассейны с подогревом. «Белависта», обращаю внимание, у нас идет более семейным отелем. Все корпуса расположены в форме буквы русской «П». То есть все окна выходят на бассейн, выходят на море. Можно посмотреть, где у нас детки находятся, если вдруг они ходят по саду. То есть не проблема со всех номеров, абсолютно будет все видно. Поэтому он более считается семейным. Это номера «Султан Белависта». И теперь переходим к главному, к ресторанам. Рестораны, бары и так далее. Как я уже отмечала, у нас есть 8 а-ля карт ресторанов. Без ограничения 8 а-ля картами у нас пользуется премиум «All Inclusive». Это категория «Престиж». Также у нас идет концепция «Ультра All Inclusive». Они пользуются, напоминают, тремя а-ля карт ресторанами на обед, на ужин каждый день. И абсолютно все гости всех категорий, всех концепций у нас могут пользоваться тремя ресторанами «Шведский стол All Inclusive». Это ресторан «Коралл», в котором есть детская зона. Работает по системе «Шведский стол» на завтрак, обед и ужин. Также у нас есть возле гарема ресторан, который называется «Спайсис». Он идет также «Шведский стол». И есть ресторан «Иль Джардино», который расположен возле спа-центра. Также «Шведский стол». Завтрак, обед и ужин. У нас есть а-ля карт стейкхаус, «Ля Пьецетта», «Плизир» И пляжные рестораны. Ресторан расположен возле пляжа на Соленом озере. Также есть еще шесть ресторанов, которые расположены также на пляже вдоль береговой линии. Отмечаю, что лобби-бар у нас платный абсолютно для всех гостей. Он находится на главном рецепшене «Оазис». И теперь переходим к ночной жизни. Ночная жизнь в доме на «Коралл-бэй» – это отдельная история. У нас есть две разные команды аниматоров. У нас есть дневная команда профессиональных спортсменов, которые делают дневные активности. И также у нас есть профессиональный шоу-балет, который занимается именно постановкой ночных шоу. Шоу у нас все проходят на арене, как я говорила ранее. Это разные мюзиклы и так далее. Это эксклюзивные шоу только для гостей доме на «Коралл-бэй». Можете посмотреть несколько фотографий с этих шоу. То есть можно посмотреть, насколько они красочные и профессиональные. И самое главное про шоу я вам расскажу в самом конце, про шоу «Нашу Клеопатра». Итак, также на территории у нас есть казино. Казино абсолютно для всех гостей. Казино, соответственно, платное. Могут приезжать как наши гости, также могут приезжать и гости из других отелей. Так, сейчас мы уже будем переходить к «Клеопатрии». Но я вам еще хочу отметить, что у нас есть «Остров удовольствия». Это самый центр отеля. На «Острове удовольствия» у нас расположены 220 магазинов, два ночных клуба, которые работают по расписанию. Расписание можно будет потом посмотреть в презентации, которые вам скинут. Также в этой же зоне у нас расположено как раз-таки казино. Есть медицинский центр, есть стоматологическая клиника, есть ветеринарная клиника. Медицинский центр работает абсолютно для всех гостей, как наших, так и гостей из других отелей. Это профессиональная клиника, в которой есть врачи абсолютно всех направлений. Также у нас есть свои машины скорой помощи. Надеемся, никому не потребуется, дай бог. Но они у нас присутствуют. И также ветеринарная клиника у нас действует тоже не только для наших гостей, но и для гостей других отелей. И теперь самое главное – шоу «Клеопатра». Как вы многие уже можете знать, шоу «Клеопатра» – это эксклюзив для наших гостей. Проходит оно в пустыне. Восточное шоу и история прихода «Клеопатры» к престолу. Раньше это шоу у нас шло за дополнительную плату абсолютно для всех гостей. Теперь мы его включили в пакет. То есть при бронировании теперь у каждого гостя это шоу включено уже в стоимость пакета. При заселении гостям необходимо подойти на ресепшн, к столу «Gest Relation» и записаться на удобную дату. Шоу проходит каждый четверг. Иногда бывает, что мы проводим его два раза. Поэтому при заселении нужно подойти, записаться, получить свой билетик и в четверг выехать в пустыню. Начинается все шоу с восточных танцев, танцы живота, танцы с юбками. Также после этого идет восточный ужин. И во время ужина уже идет само красочное шоу «Клеопатра». Давайте мы сейчас посмотрим видео. Небольшое, Андрей, пожалуйста, включите видео, чтобы можно было понять, какая там атмосфера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коралл-Бэй Насколько это влияет на погоду, особенно в зимний период времени? Здесь сильные ветра или все-таки они меньше, чем в других частях Шарм-эль-Шейх? Да, смотрите, в зимнее время, так как вы уже сказали, мы находимся в бухте, бухта считается безветренной. У нас есть специальные заслонки от ветра, которые перемещаются, сделаны для каждого шезлонга. Но ветер, не буду врать, все равно присутствует абсолютно везде. То есть если вам говорят, что ветра вообще нет, не верьте. А ветер присутствует абсолютно везде зимой, поэтому просто в бухте он считается не такой сильный, не будет сильно ощущаться. На пляже у вас есть расчищенная лагуна от кораллов, где можно искупаться маленьким детям? Да, как я говорила, по всей береговой линии расчищена зона. От берега до кораллов вперед 3 метра. Можно купаться и маленьким, и взрослым. Там песочек. Если мы подробнее говорим уже непосредственно о разных корпусах, мы как-то можем сейчас на слайде, вы можете нам показать, где они расположены? Не совсем все будет видно. Смотрите, так включаю стрелочек. Нам, чтобы хотя бы понимать, насколько далеко от того или иного отеля идти до моря. Смотрите, вот здесь вот у нас расположены корпуса Оазис. Можно посмотреть по карте, что кажется, что они находятся дальше, чем все остальные отели. На самом деле это не так. С корпусов Оазис, с главного рецепшена у нас идет 4 лифта вниз. То есть гости спускаются и уже оказываются на территории Аквамарина, который самый ближний к морю. Поэтому, то есть они чуть-чуть выше. Здесь у нас идет Аквамарин, Аквамарин Пул, Бич и Аквамарин Бич Делюкс. Также вот здесь можно видеть корпуса Кингс Лейк, расположенные вокруг Соленого озера. Корпуса Султан расположены вот здесь, чуть дальше. Также здесь можно видеть корпуса Элизир и единственные корпуса, которые не видно, это Гарем. Гарем у нас находится чуть-чуть левее по карте, находится чуть дальше всех остальных отелей, но это не проблема, потому что в корпусах Гарем у нас ходит индивидуальная ветка автобусов, то есть гости не ждут очень много времени. Если максимум везде ожидания идет 10 минут, то в Гареме автобусы передвигаются постоянно. Раз вот мы подошли уже к вопросу шаттлов, расскажите, каким образом в целом предоставляются шаттлы? Они курсируют по определенному маршруту или вызываются туристам самим с помощью звонка на рецепшн? Да, как в городе у нас есть маршрутки, 5 разных направлений, 5 разных веток. 4 маршрута ездят по главной территории, как я сказала, 5 едет индивидуально в Гарем. То есть нужно подойти, остановки по всей территории у нас есть, нужно подойти на остановку, посмотреть на карте, какой автобус вам нужен, то есть в зависимости от того, куда вы едете. И взять определенный номер автобуса. До скольки курсируют шаттлы? 24 часа без остановки. Если говорить о реновациях, которые осуществлялись в отелях, опять же, пока у нас сейчас карта общая открыта, расскажите еще раз подробнее, какие отели, вот прям вкратце, что было обновлено в последнее время? Да, еще раз напоминаю, прошли категорию, реновацию прошли две категории номеров. Это Оазис, в подборках идет Оазис Премиум, он так называется, и также Аквамарин Бич Делюкс. То есть это две категории, которые прошли реновацию. Сейчас мы заканчиваем почти всю категорию Аквамарин Бич Делюкс и переходим на новый отель, на новую категорию номеров. В планах у нас сделать полную реновацию всех абсолютно номеров в ближайшее время. Также мы частично проводим реновацию по всей территории, обновляем дороги, главные места и так далее. Назовите вот самые бюджетные отели сети и самые, наоборот, респектабельные. Самые бюджетные варианты, стандартные, которые пользуются у нас стандартной концепцией All-Inclusive, это Оазис, Белла Виста, Султан, Аквамарин Пул Бич, Гарем. Это стандартные пять отелей. Стандартная концепция All-Inclusive. Выше у нас идет категория Элизир, концепция All-Inclusive+. Еще выше у нас идет две категории. Это реновированные номера Aquamarine Beach Делюкс и также Kings Lake. С концепцией ультра все включено. И самая высокая категория – это Prestige, концепция All-Inclusive Premium. Есть ли на пляже приватные зоны, которыми могут пользоваться только отдыхающие определенных отелей? Да. Для категории Prestige у нас есть отдельный пляж, которым пользуются только гости Prestige. То есть другие гости других отелей туда заходить уже не могут. Вы можете также на слайде сразу показать его, чтобы вы видели? Сейчас включаю уже. Так, начну с главного пляжа. То есть вот самая большая зона, главный пляж с самым большим понтоном с двумя плавающими бассейнами. Пляж абсолютно для всех восьми отелей без ограничения. Здесь можно видеть небольшой понтон. Это как раз-таки пляж для гостей категории Prestige. Дальше у нас идет пляж, который называется Султан. Султан также идет небольшое ограничение. Соответственно, им пользуются гости категории Султан, Белла Виста, Элизир, Кингс Лейк, Аквамарин Бич Делюкс и Prestige. То есть все гости, кроме Гарема, кроме Оазиса и Аквамарина. А если мы говорим об искусственном озере, я как понимаю, там тоже можно купаться. Все тоже гости пользуются или определенные категории? Нет, как я уже упоминала, с Аленом Озером у нас пользуются только три отеля. Это Аквамарин Бич Делюкс, Кингс Лейк и Prestige. Другие гости не могут посещать даже за дополнительную плату. Эксклюзив. Какая в отеле есть инфраструктура для детей? Для маленьких деток есть детский клуб, работает с 10 утра до 12 ночи, принимает возрастная категория от 4 до 12 лет. Также у нас есть детские зоны в бассейнах, абсолютно во всех небольшие. Для деток мы предоставляем кроватки в номерах, также мы предоставляем стульчики в ресторанах. И в ресторане Коралл, который находится у нас в центре, есть детская зона в ресторане. В мини-клубе есть возможность предоставления платных услуг няни? Да, совершенно верно. Она есть такая услуга, а за дополнительную плату по возможности, то есть на момент запроса. Русскоязычный персонал также предусмотрен в мини-клубе? Да, да, да. У нас есть русскоязычный, англоязычный и итальяноязычный персонал. Если говорить об оборудовании для детей, коляски, дозаторы для бутылочек, блендер, что-то на швенской линии, может быть, детский стол, есть что предусмотрено? Нет, к сожалению, такие мы не предоставляем вещи. А вот я вижу вопрос по поводу бассейнов. Я правильно услышал, что все бассейны у вас подогреваются? Совершенно верно, все бассейны, все бассейны подогреваются в зимний период. Контроль температуры осуществляется согласно погоде, ориентировочно с какого месяца по какой? Да, совершенно верно, идет по погоде. Вообще у нас идет с 1 ноября подключение, но сейчас достаточно тепло, пока что еще не требуется. То есть как вода станет прохладнее, мы сразу же включаем подогрев. Я в чате видел комментарии одного участника, писали, что какие-то туристы жаловались, что у них в корпусе, по-моему, аквамарин, если не ошибаюсь, плохо работал Wi-Fi. Расскажите вообще, по всей территории сеть действует? Насколько стабильно работает? Вообще Wi-Fi у нас работает идеально. Очень странно слышать такой комментарий, потому что мы их не получаем здесь на территории. Wi-Fi работает идеально по всей территории абсолютно, потому что мы пользуемся приложением Domino Coral Bay. Его можно скачать в любом Play Store или App Store и так далее. Им пользуется абсолютно каждый гость всех наших отелей. В нем мы проходим регистрацию, заселение гостей. Напоминаю, можно сделать заранее уже из дома, хоть за месяц вперед. Вы даете гостям номер ваучера, паспортные данные. Они оставляют пожелания по размещению, заселение проходит онлайн. То есть когда гости приезжают на рецепшн, они берут ключ и сразу же идут в номер, не тратя время. Также в этом приложении у нас идет полностью вся коммуникация с нашими клиентами. Если нужно связаться с Front Office, нужно связаться с отделом Guest Relation, уборщиками и так далее, все абсолютно идет через это приложение. Поэтому Wi-Fi мы следим, чтобы работал стабильно абсолютно везде. Вот Ирина уточняет. Была проблема в 46-м корпусе, но я думаю, мы сейчас не будем разбираться, в каком корпусе есть Wi-Fi или нет. Это уже нужно в частном порядке решать. Если проблема есть, пишите, постараемся, да, эту информацию все-таки мы уточнить. Я, насколько помню, в отеле разрешено размещение с домашними животными. Совершенно верно, абсолютно во всех категориях, во всех номерах, во всех отелях. Размещение с животными до 10 килограмм. Есть какая-то дополнительная оплата за эту услугу? 10 евро в сутки. Как я уже упоминала, оплата идет на рецепшн, и эти деньги идут на клининговую службу, которая приезжает ежедневно, убирают все номера, чтобы не было ощущения присутствия животного. Перейдем, я думаю, к ресторанам. Расскажите подробнее про питание. Насколько в отеле качественное питание? Что предлагается? И, наверное, самый часто задаваемый вопрос, есть ли у вас морепродукты? Да, напоминаю, у нас три главных ресторана, которые работают по системе «Шведский стол». Абсолютно для всех восьми отелей. То есть гости могут завтракать, обедать, ужинать в трех разных ресторанах по их пожеланиям, где они хотят. В ресторанах во всех предоставляется на каждый обед, на ужин один вид мяса, один вид курицы и также один вид морепродуктов. По вечерам у нас идет чередование. Каждый вечер у нас подаются креветки, крабы, кальмары. То есть из морепродуктов каждый вечер также какое-то блюдо присутствует. Так как мы итальянский отель, еда у нас идет на итальянском уровне. Это пицца, макароны, паста, моцарелла и так далее. Также у нас есть восемь а-ля-карт ресторанов, которые работают по предварительной записи для некоторых категорий и также без записи, например, для категории «Престиж», «Премиум All-Inclusive». Напоминаю, «Премиум All-Inclusive» пользуется всеми восьми ресторанами без ограничения на завтрак, обед и ужин, без записи. Концепция «Ультра All-Inclusive» могут посещать три а-ля-карт ресторана ежедневно, на обед, на ужин, без ограничения. Концепция «All-Inclusive Plus» посещает два ужина в течение всего проживания, а в течение недели, извините, два ужина. То есть можно выбрать, в каком из а-ля-карт ресторанов. И только стандартная концепция «All-Inclusive» не включает посещение а-ля-картов. Они идут за дополнительную плату. Сколько будет стоить? А стоимость идет по меню, то есть нужно выбирать. После чекаута у вас срезаются браслеты или туристы могут продолжать пользоваться территорией, барами, ресторанами? Да, это самый популярный вопрос. Заселение у нас, смотрите, начинается в 2 часа дня. Браслеты мы надеваем в 10 часов утра. То есть после 10 утра гости могут уже идти, пользоваться абсолютно всей территорией без ограничения. Также при выезде у нас идет расчет. Если в день заезда первый был обед, то последний день выезда, последний будет у нас завтрак. Если гости приехали и попали только на ужин, то в день выезда они смогут пообедать. Браслеты срезаются в 12 часов. Но если гости во время выезда могут посещать обед, то браслеты будут срезаны после обеда. После того, как срезаются браслеты, не имеет значения в какое время, гости могут продолжать пользоваться всей территорией. За дополнительную плату будет только прием пищи и напитков. Мы перейдем к вопросам в чате. Некоторые, даже я думаю не некоторые, а большинство из них уже звучали, ответы на них во время трансляции. Поэтому сейчас постараемся прямо экспрессом на них отвечать быстро. Вопрос от Галины. Подскажите, в отеле Prestige обновлялись ли номера? Нет, номера еще не проходили полную реновацию, но проходили косметический ремонт. Кто-то из итальянских певцов и знаменитостей сейчас выступает в Дониде? Да, выступают ежедневно на главной сцене и также в клубе The Beach. Мы приглашаем певцов, телеведущих, радиоведущих из Италии. Планируете в этом году новогоднюю программу? Да, конечно, мы планируем новогоднюю программу. У нас будет рождественский ужин 24 декабря, рождественский ужин 6 января и также новогодняя программа 31. Я вот сейчас вспомнил, что определенный промежуток времени достаточно долго. В Домине был собственный часовой пояс. У вас остался он? Совершенно верно. В зимнее время у нас свое время. Мы будем переводить часы завтра ночью. Когда в Египте, например, 9 часов утра, в Домине уже 10. Мы сделаем специально в зимнее время такой трюк небольшой. По правилам Египта купаться можно начинать в 8 часов утра. Поэтому мы продлеваем немного световой день в зимний период времени. Когда у всех 8 часов утра, у нас уже 9. То есть наши гости начинают купаться на 1 час раньше. Насколько в отеле активная дневная анимация и на каком языке она проводится? Да, анимация очень активная. Напоминаю, что вся анимация у нас проходит в корпусе Аквамарин. То есть все гости всех отелей идут именно туда, на анимацию. Днем и вечером две разные команды аниматоров. Все активные. Вечером потрясающие наши шоу. Вся анимация у нас идет сначала на итальянском языке, потом на русском. И третьей уже идет английский язык. При размещении 2 плюс 2 какие дополнительные кровати или доп. места предоставляются? Да, как я уже упоминала, во всех корпусах, во всех номерах у нас есть диваны. Диваны все раскладываются абсолютно во всех номерах. Если есть диваны, которые рассчитаны на одного человека, есть диваны, которые рассчитаны на двоих. Если вдруг идет размещение 2 плюс 2 и диван подходит только для одного человека, мы предоставляем дополнительную полноценную кровать. Каким образом осуществляется наполнение мини-бара? Мини-бар по заезду абсолютно для всех гостей всех категорий у нас заполнен безалкогольными напитками. Две бутылки воды, два газированных напитка, два сока и молоко. Это идет стандартное наполнение, которое предоставляется бесплатно. Дополнительное пополнение будет за дополнительную плату. Но концепции All Inclusive Plus, Ultra и Premium имеют ежедневное пополнение мини-бара. Как далеко от отеля проходит шоу Клеопатры? Если ехать из отеля на автобусе, мы вывозим гостей примерно 15 минут. Есть ли на пляжах платные кабаны? Платные кабаны есть, так, сейчас вам покажу. Их можно как раз-таки вот здесь видеть. Это несколько кабан, которые идут платно абсолютно для всех гостей всех отелей, даже престиж. Это идет третья компания, то есть аренда. Называется The Beach Luxury Club. Платно для всех. В какой отель-сети лучше всего ехать с маленькими детьми и где территориально находится мини-клуб? Мини-клуб находится у нас на территории Аквамарина, именно вот здесь, в этой зоне. Если ехать и рассматривать тихий отель с детьми, то я бы советовала бронировать Белла Висту. Если ехать и смотреть с маленькими детьми, чтобы все активности были рядом, тогда, конечно же, бронировать Аквамарин. Предусмотрены ли у вас какие-то комплименты для молодоженов, именинников и повторных гостей? Да, для гостей мы предоставляем корзину с фруктами по приезду, также делаем размещение по пожеланиям гостей, то есть это в первую очередь у нас идет. Также в день рождения или годовщина мы предоставляем тортик. Расскажите еще раз про ночную жизнь. Есть ли дискотеки, ночной клуб и во сколько в отеле, в принципе, становится тихо? Да, напоминаю про ночную жизнь. Ночная жизнь у нас проходит сначала вся на арене с нашими шоу. Также есть Коралл-кафе, в котором у нас проходит живая музыка, там же выступают тоже наши певцы приглашенные, диджей и так далее. У нас есть казино и два ночных клуба. Один клуб работает ежедневно, он идет за дополнительную плату абсолютно для всех. Второй клуб у нас работает три раза в неделю, начинает он работать с 11 часов вечера и до 3 часов утра. Он закрытый, поэтому музыка никак совершенно не мешает, но напитки идут за дополнительную плату после 12 часов. Тишина в отеле у нас наступает после 12 полная, то есть после 12 вы уже нигде музыку не услышите, все идет в закрытых помещениях. Когда вы говорите платный вход, вы подразумеваете именно вход в клуб или только напитки? Нет, в платном клубе у нас идет и платный вход, и платные напитки. А сколько вход будет стоить? Там идет примерно 30 евро вход и включены некоторые напитки. Также есть дни, когда можно туда зайти, заказать блюдо, то есть ужин, например, и тогда уже вход будет бесплатный при этом условии. Также у нас есть клуб, который бесплатный. В нем вход бесплатный, но напитки после 12 платные. Расскажите еще подробнее про национальный состав. Гости из каких стран отдыхают? 70% наших постояльцев это гости из Италии. И также у нас идет примерно 20% гостей из России, стран СНГ и Европы. И также у нас есть небольшой микс остальных гостей. Местных немного? Нет, местных у нас немного. С группами местными не сотрудничаете? Не бывает, что в праздники заезды? Нет, у нас не так много номеров, чтобы мы могли дать. Поэтому у нас 70% это Италия. Ну и в завершении будет, наверное, общий такой резюмирующий вопрос. Подскажите, как правильно нашим агентам преподнести домину? Вот самые главные преимущества. Самые главные преимущества, что при бронировании одного отеля гости получают как минимум возможность посещения пяти. То есть при проживании одной недели гость сможет пожить, можно сказать, в пяти разных отелях. Ценовая категория у нас не такая высокая идет, но то, что гости получают на нашей территории, то есть они не смогут получить ни в одном другом отеле. У них есть абсолютно все. Город в городе. Спасибо. Подробный рассказ за ответы на вопросы. Будем рады видеть вас на наших вебинарах. И до новых встреч. Спасибо большое всем. Хорошего дня, коллеги. От себя я хочу лишь добавить, что мне доводилось неоднократно посещать отель Дамина. Последний раз я посещал его осенью прошлого года. Он производит качественное впечатление относительно своей невысокой цены. Действительно, если вы в нашем поисковике поставите категорию пять звезд, нажмете на найти тур, Дамина всегда будет в первых, я думаю, десяти вариантах размещения, которые предлагаются Шарм-эль-Шейхи. Питание, на мой взгляд, для стоимости, которую отель просит, отличное. Здесь нам доводилось обедать. Номера находятся даже те, которые не проходили реновацию, в вполне себе достойном состоянии. Ну и, конечно, пляж, риф, море и сама по себе атмосфера такого большого активного города. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok